2010. И мы с вами уже готовы смотреть финальный матч. Финальный матч пройдет между Шоном Мёрфи и Джимми Уайтом. Ну и перед тем, как пригласить игроков, сначала приглашает судью этого матча, и им является Ян Верхас. И представляется первый финалист Джимми Уайт, победитель 10 рейтинговых турниров, шестикратный финалист чемпионата мира Джимми Ураган Уайт. Именно так называет Джимми Уайта, называет уже давно. И это его официальное второе, скажем так, имя. И второй финалист Шон Мёрфи, чемпион мира 2005 года, и финалист последнего чемпионата мира, который буквально две недели назад закончился. И вот Шон Мёрфи после финала чемпионата мира выиграл большой финал, гранд-финал мировой серии, выиграл у Джона Хиггинса со счетом 6-2 в финале. Ну и снова выходит финал, на этот раз уже в новом турнире мировой серии, и на этот раз играет против Джимми Уайта. Ну и поменялся формат. Изначально было запланировано, что финал будет проходить из 11 фреймов, и вот недавно пришло сообщение, что формат изменили, и финал будет также проходить до 5 побед из 9 фреймов. Этот репортаж, в отличие от предыдущего, у нас будет более привычным. 15 красных шаров, то есть полное количество шаров на столе, и Джимми Уайт начинает финальный матч. Как шли к финалу Шон Мёрфи, ну, можно сказать так, диаметрально противоположно шли к финалу Мёрфи и Джимми Уайт. У Шона Мёрфи не было никаких проблем в четвертьфинале, в первом матче против своего соперника из Ирландии, молодого Грега Кейси. 25-0 выиграл Шон Мёрфи и провел одну серию 95 очков. Ну и вот смотрите, какая форма сейчас у Шона Мёрфи. Шон забивает дальний удар, не самый простой, выходит на черный с такого трудного дальнего, причем прямой был шар и смог остановить и держать биток. Забивает черный и выходит на красный. И второй матч, полуфинал против Джона Хиггинса. Шон Мёрфи выиграл, конечно, не в сухую, со счетом 5-3, но в течение матча Мёрфи провел 2 сенчери брейка, 131 и 129 очков. Это был пятый и седьмой фреймы, ну и действительно очень хорошо выглядел. 89% у него был показатель в полуфинальном матче общего попадания и против 86% у Джона Хиггинса. Ну и выиграл уверенно. А вот у Джимми Уайта были проблемы, причем проблемы в обоих матчах и приблизительно в одинаковой ситуации оказывался. Сначала Джимми Уайта играл против Джейсона Девайни, ирландца, молодого, и проигрывал 0-3. 0-3 проигрывал, в итоге после этого взял 5 фреймов подряд и выиграл матч со счетом 5-3. И в одном из этих фреймов смог провести сотенный брейк 100 очков ровно, но сразу скажу, это было сделано в матче другого формата 10 красных. То есть максимально возможная серия в том формате была 107 очков, и вот очень непросто сделать сенчери брейк при таком количестве красных шаров, но это получилось у Джимми Уайта. Причем сделал он Total Clearance, то есть от первого и до последнего шара. И второй матч против Кена Дуэрти. У Кена Дуэрти тоже трудной была игра четвертьфинально, он выиграл ее 5-4, 2-4 проигрывал, но смог выиграть у Тони Мура. И встретились Кен Дуэрти и Джимми Уайта в очной встрече, и 4-1 вел Кен Дуэрти. Представляете, еще один труднейший матч, сложнейшая ситуация, и эту ситуацию смог обернуть свою сторону, повернуть свою сторону. Но Джимми Уайта выиграл со счетом 5-4, выиграл 4 фрейма подряд. Так что путь Джимми Уайта к финалу очень трудный, но этот путь ему покорился. Ну а Шон Мерфи сейчас на серии, и нельзя сказать, что очень уж плохой был начальный удар у Джимми Уайта. Просто действительно Шон Мерфи сейчас играет очень хорошо. Просто не видно даже пока вариантов, как он может кому-либо проиграть. Ну посмотрим, это финальный матч, здесь может все поменяться. 40 очков уже Шон Мерфи набрал. Не слишком точный выход получился, и Мерфи пришлось с рестом играть далеко, непростая резка. И не попал, не попал Шон Мерфи. Пытался, конечно, удержать биток на черном шаре, но не удалось. Биток-то удержал, конечно, но забить красный не удалось. Ну и вот снова возможность у Шона Мерфи начать свою атаку. Шар идущий. И вот снова повторюсь, в том форме, в том состоянии, в котором Мерфи сейчас находится, он вполне способен этот шар забить и забить с выходом. Шар в Узи чисто проходит, а вот биток-то далеко уходит. Уводил биток, увел просто идеально, вплотную к дальнему короткому порту его поставил. Ну и вот отсюда играет, играет коричневую середину. И этот шар в Узи. Ну, действительно, Шон Мерфи сейчас, похоже, неудержимый. Он забивает все, что идет. И практически, ну вот только одна была у него ошибка. Трудный удар с трудным выходом. Ну а вот сейчас мы видим третий, не самый простой удар. И ошибка. Вот, вы знаете, возвращается шар. Вот такой флюк еще падает у Шона Мерфи. Ну, конечно, ошибку он допустил, но шар все равно упал, и серия продолжается. С учетом того, что с 40 очков начал этот свой подход Шон Мерфи к столу, он уже близок к победе в первом фрейме. Посмотрел на количество очков набранных, 54 очка на столе еще прилично, 7 красных. Ну и нет, была возможность как-то пошевелить красный, но выходил на нижний правый красный Шон Мерфи. Вышел неудачно, конечно, шар играется отсюда, но не довел. Не довел биток Шон Мерфи. И вот снова еще один непростой удар предстоит Шону. Выходить тут уже придется на синий шар, может быть даже на дешевые шары. А вот находит другой шар Шон Мерфи, играет в середину налево под розовым шаром. Ну, действительно, нашел. Просто как-то даже и в мыслях не было, что этот шар может быть сыгран, но... Вот еще раз скажу, Шона Мерфи сегодня падает в лузы все. И не сегодня. На самом деле, все эти два дня турнира Шон Мерфи играет просто потрясающе. 60 очков набрал, 73 сейчас на столе, но после этого... 67 уже. После этого красного... Да, 68 разница и 67 на столе. Фреймбол сыгран. И черный в лузе, только бы не упал... Нет, не доходит до лузы красный. Вот, похоже, будет сейчас Шон Мерфи играть. Играет вот такой... Даже и план там трудно назвать. Так далеко шаром играл. В середину не попал. Шон Мерфи очень трудный удар, но отжимивать не выходит. Не выходит к столу. Ну, вот так вот. 8 минут понадобилось Шону Мерфи для того, чтобы выиграть первый фрейм. Прекрасно играет Мерфи. 100% его дальний удар 91, но была одна ошибка. 1-0 в пользу Шона Мерфи. Лучший брейк пока у него 40 очков. Мы возвращаемся в Келарни, в Ирландию. И наблюдаем за финальным матчем первого турнира мировой серии. Сезон 2009-2010. И второй фрейм начинает Шон Мерфи. Выиграл он первый. Со счетом 75-0 провел серию 40 очков и потом 35. Выиграл за 8 минут. Очень быстро. Вот такой хороший раз бой продемонстрировал Шон Мерфи. Ну, вот если бы, я думаю, Джимми Уайт в первом фрейме вот такой удар начальный провел, то Шон Мерфи, конечно, не атаковал бы. Избежал сейчас дабл-киса Джимми Уайт при отыгрыше. И очень близко к борту биток поставил. И красный, конечно... Ну, понятно, что, наверное, всего сейчас можно от Мерфи ожидать, но все-таки отыгрываться будет. Да, отыгрался Шон Мерфи, тоже очень хорошо поставил биток. И Джимми Уайт предпочитает оставить биток на ближней половине. Не стал отыгрываться от дальнего красного шара, но там действительно проблемы были с отыгрышем. Оценивает позицию Шон Мерфи, ну и тоже оставляет биток на ближней половине. И, конечно, трудно было сейчас Шону Мерфи, но вот его блестящая техника позволила ему все-таки с нижним винтом провести удар и снова вернуть биток на ближнюю половину. И снова ближе к борту ставит биток Джимми Уайт, чем Шон Мерфи. Но вот здесь у Мерфи есть несложный отыгрыш от самого ближнего красного. И вот сейчас что за Джимми Уайта можно придумать? Ну, похоже, только, да, подкатывать красный. Других вариантов не было. И Тачим Бол объявляет Ян Верхас. Конечно, Шон Мерфи не хочет, чтобы Джимми Уайт сыграл приблизительно такой же удар и спрятал за черный шар биток. Теперь Джимми Уайт не может подкатить прямым ударом красным. Зато от борта достал. Вот сейчас не объявлен Тачим Бол. И, в общем, ну, мне кажется, от Шона Мерфи больше будет зависеть от его решения, чем вся эта ситуация, позиция закончится. Потому что можно даже уже и Ререк было бы объявлять, если бы Шон Мерфи снова не увел биток от красных шаров. И теперь уже, конечно, Джимми Уайту нету резона подкатывать к группе красных. И вот он так отыгрывается, отыгрывается. Хорошо. 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 Находит шар Шон Мерфи. И снова очень-очень хороший удар в исполнении Шона. И Джимми Уайт действует по той же схеме. Подкатывает к красным биток от борта. И вот Шон Мерфи не хочет объявления патовой ситуации. Но вот после этого удар уже точно патовой ситуации не будет в этом фрейме. Активизировал практически все шары одним ударом Шон Мерфи. И, несмотря на это, атаковать, играть нечего Джимми Уайту. Да, позиция крайне острая. И тут буквально после первой же малейшей ошибки может последовать атака. И, мне кажется, играет в зеленую лузу Шон Мерфи. Да, играл. Играл в зеленую лузу. Не попал. И что есть для Джимми Уайта? Середина направо. Похоже, перекрывает. Да, перекрывает шар в середину направо. И не может сейчас начать атаку Джимми Уайта. Ну, вот тут и фортуна оказалась на стороне Шона Мерфи. Вот играет Плант. Здорово сыграл. Ну, второй красный упал, конечно, этого не хотел Джимми Уайта. Но сыграл отличный, отличный удар. И начинает серию Джимми Уайта. Шары располагаются широко, далеко друг от друга. И нету даже проблемных шаров. Тут самое важное, конечно, где-то не допустить неточный выход. Потому что позиция благоприятная. Но тут очень важно сыграть точно в такой нестандартной ситуации. Трудных, тяжелых ударов не проглядывается. Ну, и переводит, похоже, игрок Джимми Уайт на дальнюю половину стола. Сейчас будет достаточно медленный набор очков. И вот не совсем точный выход. Но, опять же, есть шар в середину. Налево тут тоже преимущество этой позиции заключается в том, что очень много идущих шаров. И всегда можно найти такой страховочный красный. Хорошо. Хорошо выходит на черный шар Джимми Уайт. Немного далековато провел биток Джимми Уайт. Ну, и, в принципе, был вариант выхода от длинного правого борта. Ну, вот такое решение выбрал Джимми Уайт. Самое главное, что серия на этом не обрывается. Выходит на Джимми Уайт на середину вновь. Здесь несложный выход на синий. Ну, и снова вернулся на дальнюю половину стола Джимми Уайт. Ну, и не совсем удобный выход, потому что придется... А, нет, играется самый правый, красный. Как-то не подумал я о нем. А вот этот выход действительно не самый точный о Джимми Уайта. И будет он играть зеленый шар. Конечно, хотел выходить на синий Джимми Уайт. Ну, вот приходится играть с рестом зеленый. Но все получается у Джимми Уайта. Зеленый в лузе. Выход на красный состоялся. 45 очков набрал уже Джимми Уайт. Вот действительно много шаров забил, а очков набрано не так много. Вот снова не совсем точный выход получился у Джимми Уайта. Наверное, все-таки выходил на коричневый в середину. Но близко к желтому встал биток. Пришлось играть, собственно, этот желтый шар. Но и тут справился и с этой неприятностью Джимми Уайт. Ну, и доводит, похоже, все-таки до победы этот фрейм. 67 очков на столе остается. После желтого будет 55 очков преимущества. Ну, и вот красный и цветной. 55. 56. 56 очков на брейк у Джимми Уайта. Больше, чем брейк у Шона Мерфи. Ну и все, фреймбол. В лузе сравнивает счет в матче Джимми Уайт. 62. На хорошую позицию вышел сейчас красный шар. И его после этого удара, скорее всего, и будет играть Джимми Уайт. Нет, он сразу выходит на дальний. Хотел подбить красный, но получился там дабл кис. И так красный остался у борта. Есть шар в середину налево. Сыграет его Джимми Уайт, конечно же. 67. Ну, а вот проблема дальнего красного не решена. А ведь в этом дальнем красном решается, на самом деле, вопрос, будет ли сенчери брейк. В этом фрейме выходит сейчас на синий, на нужную сторону Джимми Уайта. И очень важный сейчас выход. Прямой. Похоже, шар слишком прямой. И будет Джимми Уайт, следующий удар, играть в середину. В середину либо коричневый, либо зеленый. Играет зеленый. Похоже, падает. 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 Падает шар в лузу. В 84 очка. В 84 очка сейчас. Нет, 81 очка серии. И вполне, вполне возможен сенчери брейк. Ну, все цветные располагаются на своих местах. И вот такой вот сильный почему-то удар применил Джимми Уайт. Мог и не играть так. Чёрный это 90 очков. Ну, и останется Джимми Уайту забить синий и розовый. Вот трудный синий теперь. Нашёл всё-таки себе проблему Джимми Уайта в этой концовке. Забил и синий. И, похоже, роняет виток. 90 очков брейк Джимми Уайта. Вот такое ощущение, что активно не хотел этот сенчери сделать Джимми Уайта. Или хотел, но хотел сильными ударами завершить этот фрейм. Потому что кто... Ну, никто не заставлял Джимми Уайта зелёный шар забивать таким сильным ударом. Там был спокойный выход. И была уже сотенная серия практически в кармане. Ну, а счёт в матче 1-1. И вот после этого фрейма статистика не то что выровнялась, она даже стала в пользу Джимми Уайта. Итак, мы возвращаемся в Ирландию, в Киларни, в... Выставочный центр, где проходит финал мировой серии, этапа мировой серии по снукеру. И финалистами являются Шон Мёрфи и Джимми Уайта. Счёт 1-1. Очень быстро пока играют. Игроки вот за 20 минут сыграли 2 фрейма. Шон Мёрфи вообще свой первый фрейм за 8 минут выиграл. Ну, Джимми Уайта подольше. Ну, и он очков набрал больше. И там была интересная позиционная борьба, в которой в итоге именно Джимми Уайта смог найти атаку. А вот Шон Мёрфи вот такую вот ошибку неожиданную допускает. Тонко, тонко отыгрывался и... Просто не попал по шару. А Джимми Уайт забивает вот такой дальний красный. Ну, и сейчас будет снукер за коричневый. Вообще, судя по всему, Джимми Уайт это очень-очень... Джимми Уайт, вон. Форма неплохая к финалу. Появилась и, наверное, все-таки вот эта вот вторая трудная и тяжелая победа над Кеном Дуэрти. 1-4 проигрывал Джимми. И в итоге 4 фрейма подряд выиграл 5-4. Финальный счет матча. Вполне возможно, что эта победа придала силу Джимми Уайту. И вот хорошие удары он демонстрирует. Шон Мёрфи... Шону Мёрфи приходится от 4-х бортов выходить из снукера. И не хватило. Не хватило силы удара, но тут действительно 4 борта. Очень трудный удар был. Ну, тут не важно. Не самое важное, что... Шон Мёрфи, вот, хотел сказать, 4 очка отдал сопернику, атаку отдал. Ну, сплоховал. Сплоховал Уайт и не забил не такой уж и трудный красный. А у Мёрфи есть красный в угол направо. Правда, в отсутствии черного на своей отметке выход осложняется. Похоже, прямой был шар. И Шон Мёрфи чуть-чуть... Ну, да, и там подскочил биток, и там и ошибка была в ударе, конечно. Трудный, трудный был удар. Играл от жёлтого шара. И, опять же, сложный выход, и, в общем, это повлекло за собой ошибку. А вот тут, скажем так, отвечает любезностью Джимми Уайт своему сопернику. Тоже не попадает по открытому красному шару. А Шон Мёрфи не берёт эту позицию и просит повторить удар Джимми Уайта. Ну, тут, понятно, очень трудно снова играть от шара, от коричневого в этой ситуации. И, опять же, попадать нужно очень-очень тонко. Ну и надо попадать, потому что если сейчас не попадёт Джимми Уайт, то сразу последует предупреждение. Нет, попадает. Всё хорошо, и проводка получается. Биток близко к дальнему, короткому борту. Ну, недостаточно, конечно, близко. Тут Шон и Мёрфи удобно будет играть. Но он не отдал атаки. И... Хорошей, уверенной проводки у Мёрфи нет. И вот он такой интересный удар играет с атакой. Но тут важно было именно провести биток. Очень интересная история. Сейчас позиционная борьба разворачивается на столе. И... Очевидных атак нету. И ещё одна попытка дальнего удара Шона Мёрфи не получается. А показывает, виден ли шар. Похоже, что шар у правой угловой лузы виден. Нет. Вот сейчас дали ракурс. И этот шар не виден. То есть, он, конечно, по нему попасть-то можно. Но... Не видно. Не видно резки. И ещё усложняется ситуация тем, что даже и Плант не может сыграть Джимми Уайт. Нету и другого открытого шара. Так что Джимми Уайт пробовал играть другой дальний. Не попал. Ну и сейчас Шон Мёрфи начнёт атаку. Вот такой промах получился у Шона Мёрфи. На самом деле ошибка. Повлекла за собой очень трудную позицию, трудную ситуацию для своего соперника. Бывает такое. Мёрфи может сыграть и дальний красный в зелёную лузу. Может сразу же сыграть вот эту пару. Вот этот Плант. Но играет в угол и правильно, потому что, опять же, нужен выход на цветной, а чёрного нету на месте. Все цветные далеко. И проще, конечно, начинать серию с этого дальнего красного. Ну вот, извиняюсь, Шон Мёрфи. Конечно, неудачный выход был и ошибка была, но так разошлись шары, что получился очень неудобный чёрный. И Шон Мёрфи приносит свои извинения. Но, тем не менее, серия всё равно продолжается. И чёрный сейчас вернётся на свою точку. И вот тут уже совершенно другая позиция. Забивает он красный на тихом-тихом ударе, оставляет биток на чёрный. И вот тут уже следует ожидать от Шона Мёрфи хорошей серии. Субтитры создавал DimaTorzok 24. Вот сейчас Шон задумался. Биток при выходе мог столкнуться с одним из красных шаров, который близко к короткому ближнему борту располагается. И вот, наверное, из-за этого Шон Мёрфи взял такую паузу, посмотрел, оценил ситуацию, нашёл нужную траекторию для битка, и серия пошла дальше. Развиваться 37 очков уже у Шона Мёрфи. Сейчас будет 42 очка. И трудных красных для того, чтобы завершить фрейм в свою пользу, у Шона Мёрфи нет. 39 очков уже у Шона Мёрфи. А тут, оказывается, ещё и розовый идёт в угол налево. Тут именно есть как раз коридор для него. С этого ракурса было непонятно, идёт розовый или нет. Ну, а Мёрфи все вопросы на этот счёт снял. Забил розовый. Вот розовый встал на точку зелёного шара, но... Вот в этой позиции это не критично совершенно. 51. 52. 52 очка уже брейк Шона Мёрфи. Напомню, лучший пока брейк в матче. 90 очков в исполнении Джимми Уайта. Вот сейчас... 59. Вот сейчас, вот, где возникла проблема, вернулся чёрный на свою точку, подбивал красный Шон Мёрфи, чёрный возвращается на свою точку, и всё. Шара не видно. А фреймболт ещё не сыгран. На столе ещё 75 очков, 54 разница. Вот у Шона Мёрфи брейк получается 59 сейчас. Ну и отыгрывается, конечно же, Шон Мёрфи. Шон Мёрфи. 59. Да, вот такой незапланированный недочёт, даже ошибка не назовёшь, скорее всего, недочёт в построении серии у Шона Мёрфи. И вопрос о победителе фрейма остаётся открытым. фреймболт. Такой несколько странный удар получился в исполнении Джимми Уайта. то, что ну если отыгрывался, то биток стоит неважный. Ой, Мёрфи играл от борта, уронил биток, и будет Джимми Уайт играть шар в середину направо, скорее всего. Так вот, если Джимми Уайт играл по лузе, то там был очень серьёзный промах. Вот есть шанс у Джимми Уайта побороться во фрейме и едва не допустил промаха. Джимми Уайт всё-таки падает красный в середину, выход на синий есть и все красные хорошие. Вот последний проблематичный красный Шон Мёрфи убрал, улучшил его позицию. Вот пять хороших открытых красных, это 67 потенциальных очков на столе, проигрыш, отставание, неправильно, конечно, не проигрыш, отставание Джимми Уайта составляет всего лишь 44 очка. Вот есть единственная такая проблема, это ну чуть-чуть вперёд посмотрим, забивает сейчас все красные с цветными, с чёрным например, только Джимми Уайт проблемы с зелёной розовой. Из этой позиции зелёный играется только в середину направо. в идеале конечно с последнего красного Джимми Уайта выйти на розовый в угол в жёлтую лузу и вот тогда уже будет всё очень хорошо для Джимми. но пока ещё мне кажется рановато об этом думать тут нужно с этими красными разобраться. очень хороший пенел сейчас сыграл Джимми Уайт и кстати почему бы вот сейчас уже не выйти на розовый играет Джимми Уайт в середину направо выходит на синий и там вполне возможно там угла было недостаточно если бы он играл в угол направо недостаточно может быть было угла для того чтобы выйти на розовый шар. И вот сейчас очень важный момент момент во всём фрейме ну тут уже понятно что розовый шар никак Джимми Уайт не сыграет будет выходить на чёрный с чёрного на жёлтый и вот как ой-ёй-ёй последний красный последний красный нетрудный и всё было в руках у Джимми Уайта но увы всё сделал львиную долю всей работы выполнил Джимми Уайт но оставил последний красный Шону Мёрфи но 14 очков разница разница 14 очков а Шону Мёрфи как раз нужен зелёный шар вот зелёный шар это и является для него фреймболом так что ещё опять же не всё решено в этом фрейме хорошо сыграет Мёрфи сейчас красный опять же трудный выход потому что красный в лузе трудный выход на чёрный с чёрного нужно выйти на жёлтый и вот как-то выйти на зелёный этот зелёный ещё и сыграть надо 1 и похоже слишком прямой прямой чёрный сейчас сильная нет нет есть угол и на верхнем винте выходит Шон Мёрфи на жёлтый шар в зелёную лузу 22 очка преимущество Шона Мёрфи 27 на столе после забитого шёл жёлтого будет преимущество 24 а на столе 25 вот зелёный нужен и сейчас ну понятно выход на зелёный в середину направо и главное этот шар сыграть а не недалековато ли провёл биток Шон Мёрфи нет играет играет Шон Мёрфи значит играется шар это фреймбол и попадает да Шон Мёрфи выигрывает третий фрейм матч 2-1 становится счёт в его пользу непростая концовка была и вот приблизительно ну можем сделать вывод такая же сложная была концовка и для Джимми Уайта если бы он не ошибся так что фрейм получился непростой боевой интересный с хорошими сериями и победу в нём одерживает Шон Мёрфи и снова выходит вперёд в этом матче 2-1 2-1 в пользу чемпиона мира 2005 года и снова мы видим статистику кстати статистика приблизительно одинаковая но очень серьёзное преимущество Джимми Уайта в отыгрышах 87% против 67% мы возвращаемся в Келарни в Ирландию где начинается четвёртый фрейм финального матча первого этапа мировой серии по снукеру естественно и Шон Мёрфи начинает этот фрейм 2-1 он впереди но матч интересный и Джимми Уайта выглядит очень прилично были конечно перед началом матча опасения что всё-таки вот Джимми Уайт находится не в лучшей форме то что такие серьёзные проблемы у него возникли с молодым ирландцем 0-3 он проигрывал и действительно показывал не лучшую свою игру выиграл тот матч проигрывал Кену Дойрти 1-4 и в общем были опасения что Шон Мёрфи который на этом турнире да и на прошлом на грамм-финале мировой серии Вальгарви выглядел выше всяких похвал так вот были опасения что матч может получиться скажем так в одну калитку а не получается не такой у нас матч матч интересный причём вот от Шона Мёрфи мы видим в исполнении Шона Мёрфи мы тоже видим ошибки это несколько неожиданно на мой взгляд но всё-таки финальный матч опять же зная характер Шона как он относится к игре как он относится к снукеру ещё на первом же турнире мировой серии в котором участвовал Шон Мёрфи он говорил о том что мне всё равно что я играю рейтинговый турнир пригласительный турнир выставочный турнир я выхожу играю матч я хочу в нём выиграть я хочу выиграть в любой игре в любом матче может быть и это как-то ну не знаю мешает Шону Мёрфи выйти на вот ту крейсерскую скорость с которой он буквально промчался в финалах этого этапа мировой серии ну а Джимми Уайт тем временем продолжает серию очень сильный был подбой шары разлетелись далеко и вот сейчас был трудный выход сам Шар-то был не такой уж и сложный но выход был трудный и вышел не на ту сторону синего шара Джимми Уайт и приходит придётся ему сейчас биток возвращать от дальних от дальнего короткого борта возвращать на ближнюю половину стола плюс избежать всех столкновений возможных с дешёвыми цветными цветными ну и вот всё-таки коснулся жёлтого биток ну как встанет касание было очень тонким биток всё-таки пришёл на ближнюю половину и есть ли что-то в левый угол Джимми Уайт по-моему есть шар четвёртый справа шар идёт в угол налево а нет середину играет нет значит и шар не шёл и Джимми Уайт решил отыграться в этой ситуации ведь позицию позицию раскрыл полностью Джимми Уайт И снова ошибается Шон Мёрфи в дальнем ударе вот у него к этому моменту матча здорово упал процент попадания дальних ударов и ну вот действительно что-то не всё в порядке сейчас с Шоном Мёрфи посмотрим как Джимми Уайт решит эту ситуацию играть будет в зелёную лузу шар сыграл а выхода не получилось выхода не получилось и тут как бы нет ну есть есть как отыграться просто так опасно шёл красный шар перекрыть мог соснукерить остальные цветные но может может отыграться Джимми Уайт выбирает синий шар отыгрывается отыгрывается и снова нет очевидной атаки Шона Мёрфи но будет ли снова Мёрфи пробовать дальний удар есть смысл может быть попробовать сейчас Шону поиграть позиционную борьбу навязать сопернику если он потерял вот это чувство дальних ударов которые у него было еще в первом фрейме этого матча с какого удара он так начал свою серию и вот снова далеко не лучший удар в исполнении Шона Мёрфи и у Джимми Уайт есть еще одна возможность начать серию и есть все шансы что эта серия будет более результативной нежели предыдущие ну шар в лузе отличный выход на черный не перекрывает ли красный вот так вплотную к красному встал биток проверяет проверяет еще Ян Верхас не касается ли биток знаете похоже похоже нет не получается ну надо же вот тут уже не везет можно уверенно сказать что просто не повезло сейчас Джимми Уайт отличный удар и хороший кэнон он плотный получился прогнозируемый и вот только биток прислонился к красному шару буквально там ну какие-то там пару тройку миллиметров и все и все бы проходило и сейчас бы мы уже с вами смотрели серию Джимми Уайта нет этого не произошло зато хороший очень хороший отыгрыш Джимми Уайта и у Шона Мерфи вот пожалуй только ну вот как провести биток второй слева шар как-то от него нет выбирает другой шар Шон Мерфи есть коридор куда можно биток направить нет нет Шон Мерфи снова пробовал дальний удар и снова не попал есть в свою очередь дальний удар у Джимми Уайта но он попроще конечно того что играл Шон Мерфи и Джимми Уайт пробует играть этот шар тоже играл на сильном ударе потому что уводил биток биток то увел очень хорошо как здорово сыграл сейчас Джимми Уайт да не попал хорошо но не страшно не страшно как встал биток ну виден вот пожалуй только два красных видно Шону Мерфи ну не знаю будет ли снова Шон Мерфи атаковать а ведь будет похоже нет нет Шон Мерфи отыгрывается решил все таки не бросаться пока в атаку и роняет нет не роняет биток Шон Мерфи конечно вот это был очень серьезный момент потому что если бы биток Шон Мерфи уронил у Джимми Уайта получался очень удобный да не просто вот игрыш у него атака вон была в середину направо так что вот тут тоже снова Шон Мерфи едва не угодил в плохую ситуацию вот такая проводка очень очень необычная в исполнении Джимми Уайта другого варианта просто и не было дело в том что приводит биток игроки к зеленой лузы оттуда из-за коричневого шара из-за зеленого который кстати тоже мешает сильно можно играть только вот по левым красным шарам а как играть и проводки вот такие получаются нестандартные сложные и все-таки сыграл Шон Мерфи сыграл в угол налево ну а вот Шон Мерфи ну я не знаю но повезло у него то шары разошлись хорошо и черный идет в угол направо а вот сейчас выход у Шона Мерфи не получилось просто ошибка по выходу и похоже еще и в середину направо красный не идет черный стал на точку розового но есть еще один вот над черным вполне возможно что проходит шар в середину направо но играть конечно такое очень трудно зато нашел такое продолжение Шон Мерфи он играл плант из трех шаров поправлял ну просто просто какой-то фантастический удар сейчас продемонстрировал Шон Мерфи ну я не знаю после такого удара конечно такой удар должен стать вознаграждением для Шона Мерфи да вот я чуть ранее сказал что ему конечно повезло что разошлись и мог сыграть черный но тут же тут же плохой выход и казалось что серия не будет продолжаться Шон Мерфи нашел нашел продолжение и самое главное исполнил 23 24 сейчас играется четвертый и последний фрейм вот первой половины матча после четырех фреймов будет перерыв ну традиционный перерыв как и во всех матчах и если конечно Шон Мерфи при счете 3-11 сейчас уйдет на перерыв это серьезное преимущество с учетом того что матч до пяти побед играется и все шансы сейчас у Шона Мерфи на то чтобы выиграть этот фрейм правда вот последний ну предпоследний хороший красный играет сейчас Шон Мерфи а дальше придется потрудиться потрудиться и с выходами и с улучшением позиции красных шаров 39 ну вот есть еще один открытый шар который в середине ближе всего ближе всех к середине стола располагается он найдет без проблем и в зеленую лузу и в желтую ну похоже на него выходит Шон Мерфи выходит ну даже в середину в середину выходит правда не совсем точно не самая благоприятная резкая и вот сейчас тоже важный важный удар важный выход выходит на розовый вот такой длинный выход но получился Шона Мерфи и не самый лучший в принципе розовый играется и даже черный играется но опять же а что делать и на какой красный выходить в этой ситуации коричневый является ну вот просто серьезным таким камнем преткновения в этой позиции перекрывает нам сразу двум шарам путь в зеленую лузу и что получается у Шона Мерфи а ведь выход получается ну надо же так как провел сейчас Шон Мерфи биток между красным и зеленым прекрасный просто прекрасный удар играет в середину и сыгрывает ну а вот теперь нужно улучшать позицию какого-то из красных шаров может быть выйти на нижний красный но с такого угла даже непонятно как да и не получится наверное так что вот обрекает себя на трудный действительно трудный удар Шон Мерфи очень большой был угол и поднялся далеко от борта красный и расстояние приличное но ничего этого не мешает Шону Мерфи ничто из этого не помешало ему и Шон Мерфи играет фреймбол отлично отличная серия получилась у Шона Мерфи 54 разница 43 на столе но вот я ошибся фреймболом это был как раз тот красный а черный уже закрепил скажем так успех Шона Мерфи но Мерфи продолжает играть вот такие трудные шары сыгрывает Шон Мерфи трудные выходы были 69 очков набрал в такой ситуации Шон Мерфи это просто невероятно еще выбрал желтый шар для того чтобы подбить красный ну не знаю давайте попросим у Шона Мерфи уже сенчери брейк очень хочется вот с таким началом трудным даже не началом а вот серединой брейка с такой очень тяжелой и казалось что ну невозможно просто эту ситуацию эту позицию разгрести но не получается сенчери получилась победа во фрейме у Шона Мерфи брейк просто на заглядение и конечно вот по зрелищности по красоте ударов по тяжести ударов этот брейк стоит ни одного сенчери и так счет 3-1 в пользу Шона Мерфи нас ожидает короткий перерыв в матче ну а мы вернемся после небольшой паузы снова добро пожаловать в Келарни в Ирландии у нас перерыв в матче 4 фрейма сыграно 3-1 в пользу Шона Мерфи но счет как мне кажется не совсем точно отражает реальное положение обоюдно обоюдные были шансы и мне кажется что даже счет 2-2 был бы более справедливым ну а мы с вами смотрим пятый фрейм матч полуфинального все того же Шона Мерфи вот у нас он в этом включении действительно доминирует что ли на экране против Джона Хиггинса счет 2-2 и это я уже говорил что в пятом фрейме у Шона Мерфи получился пока высший брейк на этом турнире ну естественно это сенчери брейк вот красный коричневый вот такой начал даже красный желтый вот какое начало этого брейка Шона Мерфи и брейк это и не получается похоже значит но опять же мы не видели этого матча и собственно саму серию трехзначную мы посмотрим мы увидим чуть попозже после позиционной борьбы Шон Мерфи три как вы уже все прекрасно знают Джон Хиггинс проиграл этот матч со счетом три пять ну вот как раз Хиггинс перед началом турнира говорил о том что хотел бы выиграть именно этот этап мировой серии дело в том что у Джона Хиггинса день рождения день рождения в понедельник совсем-совсем скоро уже ну по московскому времени в данную секунду его можно даже уже и поздравлять ну это так конечно неправильно в Ирландии сейчас намного меньше времени но Хиггинс как раз и сказал о том что хотел бы преподнести себе подарок такой вот небольшой ко дню рождения выиграть еще один турнир в довесок к его третьему чемпионству мира но увы не получилось и конечно надо сказать о том что Хиггинс на этом турнире не в лучшей форме предстал и выиграл конечно свой первый матч против молодого ирландца но допускал много ошибок много ошибок и конечно будь против Хиггинса тогда игрок мейнтура серьезный то просто его бы за эти ошибки наказали ну а так Хиггинс выиграл свой матч и в принципе подарил конечно надежду своим поклонникам в полуфинале потому что счет был 3-3 вот этот фрейм выиграет Шон Мерфи дальше Джон Хиггинс сравняет фрейм причем с хорошим брейком 85 очков ну а дальше Шон Мерфи сделает еще один сенчери счет станет 4-3 и последний фрейм 8-й будет была ну скажем так была серьезная упорная напряженная борьба в которую вверх взял Шон Мерфи со счетом 60-58 так что шансы шансы у Хиггинса были и играл он сегодня лучше чем днем раньше и тоже мог мог выиграть этот полуфинал мог и играть в финале этого турнира но вот увы сорвался вот этот подарок ко дню рождения Джона Хиггинса но в любом случае поздравляем поздравляем Джона с днем рождения наступающим 34 года ему исполняется и вот просто получается что пик карьеры Джона Хиггинса ну во всяком случае по количеству побед на чемпионатах мира пришелся уже в возрасте за 30 долгое долгое время игроки старше 30 лет не выигрывали чемпионаты мира ни даже Стивен Хендри и даже Питер Эбден который выиграл чемпионат мира в 2001 году ему было ровно 30 а вот Хиггинс как раз и начал возвращение ветеранов что ли в 2007 году ему был 31 полный год без малого 32 затем следом за ним Ронио Салливан в свои 32 2 года выиграл чемпионат мира и вот пожалуйста годом позже Джон Хиггинс в 33 выигрывает третий для себя чемпионат мира сравнивается в этом показателе с Ронио Сальваном и вот получается они вдвоем последние три года доминируют в мировом снукере и самое главное конечно что можно пожелать Джону Хиггинсу это вот спортивного долголетия очень бы хотелось чтобы Хиггинс продолжал нас радовать своей великолепнейшей просто игрой еще не один год ну вот такое было небольшое лирическое отступление самое важное что по делу все таки событие событие большое ну а Шон Мерфи продолжает свою трехзначную серию будущую трехзначную серию пока только 31 очко набрано Шона Мерфи с 3 очков он начал этот подход не решены не решены еще все позиционные проблемы в этой серии есть не идущие шары ну и со временем Шон Мерфи с этим справится пока есть что играть вот уже сейчас такой хороший прогнозируемый Кэнон сделал Шон Мерфи и нижний шар из группы красных идет в угол направо в принципе был идущим тут главное было к нему подойти ну вот после этого дара оформил полусотенный брейк Шон Мерфи 54 очка сейчас будет в угол налево Мерфи играть немножко ошибся по выходу и не самый простой удар но опять же на коротком расстоянии все рядом и даже подвинул красный все обошлось для Шона Мерфи вот удар оказался такой критический могло все обернуться и по-другому мог биток не поймая губку средние лузы мог даже вплотную к дальнему короткому борту встать ну атака серия продолжается выходит середину направо Шон Мерфи и в принципе вот в этой позиции можно уже даже не шевелить красные шары потому что в угол налево нижний и правый играется а уж после него и второй красный играется в угол направо в общем может быть даже и не будет Шон Мерфи никаких усилий для того чтобы улучшить позиции красных предпринимать выходит в угол налево Шон Мерфи да и выходит в угол налево Шон Мерфи а тут так показали ракурсы из лузы там не только нижний правый еще и центральный шар играется ну а это вообще идеально для Шона Мерфи теперь уже никаких серьезных проблем у Шона Мерфи нет брейк 75 очков фрейма он уже выиграл давно уже выиграл ну и ждем трехзначной серии 82 83 83 уже 90 очков выставляет брейк Шона Мерфи нижний красный забит и сейчас будет выход на последний красный вот следующий цветной формит сенчери брейк после забитого красного будет 99 очков у Шона Мерфи 99 и аплодисменты в зале Шон Мерфи проводит свой первый сенчери брейк на этом турнире 131 очко 131 очко максимально возможное ну и именно эти 131 очко Шон Мерфи и наберет а первым на турнире сенчери брейк сделал как раз еще один финалист Джейми Уайт 100 очков причем на 10 шарах но не остановится на этом Шон Мерфи в этом матче и через фрейм в седьмом фрейме сделает еще один сенчери который составит 129 очков ну и вот как я уже говорил восьмой фрейм обоюдно обоюдо острая борьба и там Хиггинс имел хорошие шансы и сравнять снова счет и перевести в решающий фрейм матч но Мерфи выиграл 60-58 в восьмом фрейме и выиграл полуфинал со счетом 5-3 124 очка и черный в лузе 131 очко сенчери брейк Шона Мерфи отличная красивая серия в исполнении Шона Мерфи сейчас была на ваших экранах и статистика это матч как раз после этого пятого фрейма перед глазами и в общем целом не намного лучше играет Шон Мерфи и так мы возвращаемся после небольшой паузы в Киларне еще не закончился короткий перерыв и собственно вот вот она концовка полуфинального матча Шона Мерфи против Джона Хиггинса восьмой фрейм 53-58 Джон Хиггинс впереди но счет уже не имеет значения это игра в черном для Хиггинса этот черный является фреймболом для Шона Мерфи матчболом и посмотрите какую задачу действительно непростую трудную задачу поставил Шона Мерфи Джон Хиггинс и вот в этот момент конечно инициатива у Джона и естественно его болельщики воспряли духом но вот знаете я не видел этого матча я вижу это впервые и вот тут у меня просто уже понятно что Хиггинс этот шар не попадает непонятно как Хиггинс не попал этот шар просто просто ну я не знаю слов нету даже никак не прокомментируешь казалось что все вот он восьмой фрейм 4-4 а получилась вот такая концовка несколько сумбурная конечно и хотелось наверное и решающего фрейма и ведь действительно Хиггинс прекрасный удар произвел тяжелый отыгрыш был для Мерфи а самого главного Хиггинс не сделал достаточно простой шар не смог забить и так вот так Шон Мерфи вышел таким именно образом в финал вышел конечно же заслуженно и по статистике играл лучше своего соперника провел два сенчери брейка у Хиггинса лучшим брейком являлся в том матче 85 очков ну и совсем скоро мы увидим все того же Шона но уже в прямом эфире в финале thank you gentlemen так возвращаемся к финальному матчу мировой серии в Келарни в Ирландии 3-1 в пользу Шона Мерфи Джимми Уайт снова отстает ну и вот возникает такая мысль два таких камбэка совершил уже на этом турнире Джимми Уайт может быть мы с вами станем свидетелями еще и третьего но посмотрим посмотрим и справедливости ради надо сказать что Шон Мерфи конечно сильнее Джейсона Довейни безусловно ну и Кен Доверти сейчас находится не в той форме в которой он там находился еще года два назад и так что на данный момент в этом турнире Шон Мерфи является самым сильным из всех соперников Джимми Уайта и вот получится ли с Шоном такое такое устроить мы посмотрим один Спасибо. If you want. Thank you. 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 You. Tell me. Thank you. Thank you. Bye. encontrar new В том деле, которым занимается сейчас Джон Хиггинс и приглашенные в мировую серию игроки. Ну а тем временем Джейми Уайт находится на серии, допустил ряд ошибок Шон Мёрфи, в общем тоже как-то неуверенно он играет, и были промахи, и черный не забил. Он отдал атаку Джейми Уайту, причем допустил фолл, и получился фриболл. Джейми Уайт сыграл зеленые шары в середину, и с него начал эту серию. И продолжать находиться сейчас на комментаторской позиции Джона Хиггинс. И вот сейчас пошел разговор, вот новая тема для разговора. Возникла это общий уровень снукера в мейн-туре, и приводится в пример именно количество сенчери-брейков на последнем чемпионате мира. То есть последний рекорд был побит, причем побит на несколько порядков, даже так можно сказать. И получается, что конкуренция возрастает, и игроков классных и хороших появляется все больше и больше. И именно вот эта ситуация должна поднять интерес к снукеру среди зрителей. Зрители не только в Англии, но и во всем мире, потому что вот так вот трудно уже становится, да просто невозможно прогнозировать победителя какого-либо турнира. Если раньше было, ну, три-четыре претендента, то сейчас круг претендентов на победу в турнире расширился буквально до девяти, даже до десяти человек. Вот о чем шел сейчас разговор. Ну, тем временем Джимми Уайт серию срывает. А Шон Мерфи не воспользовался, не воспользовался ошибкой своего соперника. Вот что-то в какой-то такой странной ситуации находится сейчас Шон Мерфи. Шары, которые ему всегда таких больших трудностей не представляли. Он очень много таких шаров сыграл в своей карьере, да и на этом уже турнире. Так что где-то что-то у Шона Мерфи перестало получаться и нужно ему сейчас снова нащупать свою игру. Так что вот опять же Джимми Уайт уже продемонстрировал на этом турнире, что даже 4-1 можно у него выигрывать, а матч в итоге проиграть. Так что расслабляться ни в коем случае нельзя. Джимми Уайт уже 33 очка набрал в этом фрейме, но преимущество маленькое. А вот Шон слишком тонко попал. И вот тут не самый точный отыгрыш получился. Атаки не видно, но сам факт того, что ошибка в ударе была Шону Мерфи допущена, он тоже настораживает. Ну вот снова сейчас параллельно говорит Джон Хиггинс о мировой серии и приводит в пример турниры в Китае. Ну и конечно же China Open и вот еще выставочные турниры сейчас в Китае. Вот Джанксу Classic мы показывали в начале прошлого сезона. И как раз говорит о огромной аудитории, которую привлекают эти турниры. Миллионы людей, без преувеличения, говорит Джон Хиггинс, миллионы людей смотрят China Open по телевизору в Китае. Ну это неудивительно с таким населением. И вот именно этого, как сказал Джон Хиггинс, мы хотим добиться этой мировой серии не только в Англии, не только в отдельно взятом Китае, но и в других странах. Ну и снова и снова Шон Мерфи допускает ошибку. Ну и сейчас есть, есть шар у Джимми Уайта, правда вот опять же не очень удобный. Почему? Потому что вот сыграет он этот шар и будет неизбежный Кэнон с черным. Вот приходилось достаточно сильно играть Джимми Уайту, чтобы черный как раз вот расчетливый был удар. Кэнон черный, черный поднять от короткого борта, но ошибся Джимми Уайта в кладке, не попал. А Шон Мерфи хочет играть плант. Вообще тоже странное решение, после вот такого количества ошибок Шон Мерфи не боится играть плант, а ведь этот удар намного сложнее для всех тех, в которых он допустил ошибки в этом фрейме. Но все-таки, да, намерен этот план сыграть. И не попадает. И знаете, интересный момент сейчас Джона Хиггинса спросили о двух его матчах. На чемпионате мира сначала против Джейми Коупа, потом против Марка Селби. Но я думаю, вы помните прекрасно, как выиграл эти матчи Джон Хиггинса. В одном проигрывал 10-12, в другом 11-12. И вот Хиггинс сказал, что я не возьму свои слова обратно. Я вот как тогда после матча с Марком Селби сказал на пресс-конференции, что это была лучшая моя победа. Я также это до сих пор считаю. А вот такие матчи, особенно два подряд, когда играешь в такие трудные матчи, они всегда становятся лучшими в твоей карьере. Остаются лучшими в твоей карьере. Шон Мерфи тем временем ошибкой Джимми Уайта воспользовался. Красный шар непростой забил. Выход, ну, судя по всему, только синий будет играть Шон Мерфи. Можно, конечно, еще черный сыграть, а есть ли смысл? Нет, играет именно черный. Ну, значит, наверное, да, есть маленький уголок. И смог, смог с этого непростого черного выйти на середину, на право Шон Мерфи. И, похоже, снова возвращается в кондицию Шон Мерфи. Два непростых, три уже подряд непростых удара, непростых шара забивает. Ну, а позиция-то трудная, очень трудная. И тут сомнения, конечно, в том, что вот с одного подхода Шон Мерфи сможет этот фрейм взять. Хотя, опять же, вспоминаем прошлый фрейм, четвертый, который тоже трудная позиция была, и Шон Мерфи все равно его выиграл. И выиграл как раз с одного подхода. 15. Сыграл сейчас розовый, вышел на второй слева красный. Ну, и вот последний, идущий, удобный, более-менее, так скажем, удобный красный. А дальше Шону Мерфи предстоит. Серьезная, тяжелая, непростая работа. А ведь получилось, получилось подбить красный шар. Вот, правда, как с нижнего красного выйти на черный, ну, тут вообще никаких вариантов нет. Так что придется играть более сложный красный. С тяжелой резкой. И попадает Шон Мерфи. А тут уже все. Тут нет такого, что в результате одного удара можно улучшить позицию. Тут каждый выход является отдельным, ну, не знаю, произведением искусства. Даже, наверное, это можно назвать. Вот именно в такой позиции. Вот вышел сейчас на черный, и, конечно, прямой черный. Выхода на красный никак не получается играть розовый. Шон Мерфи в середину. И не подбивает ничего. Просто будет сейчас играть этот красный шар. Вот сейчас с рестом сыгрывает этот шар красный Шон Мерфи. Вот опять, казалось бы, неразрешимая позиция может сейчас разрешиться в пользу Шона Мерфи. А Джон Хиггин с тем временем, глядя на этот удар Шона Мерфи, говорит о том, что, конечно, Джимми Уайт в свои лучшие годы был просто лучшим игроком с рестом. Просто лучшим в мейн-туре. А Хиггин сказал, что вполне возможно, что именно Шон Мерфи станет в ближайшее время, а может быть, и уже стал новым королем игры с рестом. А почему бы нет? Вот давайте вспомним, как играет с рестом Шон Мерфи, и какие удары он с рестом производит, и насколько точно он играет, и насколько точно управляет битком. Вот такое ощущение, что действительно ставит удобный мост, и у него получается с рестом ничуть не хуже играть, чем в привычной позиции. Ну и Шон Мерфи выигрывает еще один фрейм, еще труднейшая была позиция, позиция, которую Шон Мерфи разрешил, да еще и забил зеленый. Вот теперь уже не выйдет Джимми Уайт к столу, и счет становится 4-1 в пользу Шона Мерфи в этом финале. Ему остается всего лишь один фрейм до победы. Ну а мы тем временем попрощались сейчас с Джоном Хиггинсом, мы еще раз пожелали ему удачи, пожелали спортивного долголетия, пожелали хорошо отметить предстоящий день рождения. Ну и просто благодарим Джона Хиггинса за то, что он дал нам возможность смотреть еще больше снукера, чем мы смотрели это всего лишь год назад. Итак, фрейм окончен, 4-1 в пользу Шона Мерфи, и теперь каждый фрейм может стать последним. Ну а мы вернемся после небольшой паузы. Возвращаемся к финальному матчу первого этапа мировой серии нового сезона, снукерного сезона, 4-1 в пользу Шона Мерфи. Два последних фрейма, конечно, Шон Мерфи выиграл в прекрасном, просто в прекрасном стиле. Очень тяжелые были позиции и там, и там, и в предпоследнем, и в последнем фреймах. И казалось, что вот-вот уже и играть нечего, и серия оборвется, и будет позиционная борьба. Но нет, нет, находил продолжение Шон Мерфи, и вот обе, обе эти очень трудные, тяжелые серии довел до победы. Таким образом, 4-1 в пользу Шона, Джимми Уайт снова в критической ситуации. В третий раз на этом турнире, но вот ошибся, ошибся в начальном ударе Шон Мерфи, дал атаку Джимми Уайту. Джимми Уайт забил красный, забил розовый. И вот сейчас очень важный момент, проходит ли красный мимо черного. В угол налево. Пытался он, с сильным ударом забивал розовый, пытался расшевелить красные шары, но угол был очень маленький и очень небольшой. И покасательный прошел биток, и... Джимми Уайт 7. Недостаточно, разошлись красные. Ошибся. Джимми Уайт не попадает, но вот только один шар может сейчас сыграть. Шон Мерфи, это шар в середину налево, но в такие атаки Шон не будет сейчас бросаться. Да и счет 4-1 комфортный, может себе Шон позволить поспокойнее сыграть. Таким образом, после 7 набранных, очков Джимми Уайт, у нас позиционная борьба. Есть открытый идущий шар, в угол налево уж она Мерфи, но вот Мерфи так посмотрел и, не знаю, кажется, так боролся даже с искушением сыграть этот шар, но не стал его играть. Мерфи решил отыграться, отыгрался не лучшим образом. И, конечно, хотел биток провести мимо зеленого, но этого не случилось. Биток практически в лоб попал зеленому шару. И есть, есть атака у Джимми Уайта в угол направо. Да, и выход на черный получился, но, к сожалению, не получилось удачного удара у Джимми Уайта. Не попал он, ошибся. И снова нет атаки у Шона Мерфи. Ну, вот разве что там, не знаю, что-то дальнее в желтую лузу сыграть. Вряд ли, вряд ли, конечно, будет такое дело у Шона Мерфи. Отыгрываться, отыгрываться можно только на ближнюю половину, потому что очень опасный шар напротив правой средней лузы есть. А ведь Шон Мерфи, похоже, играет. Действительно играет в желтую лузу, играет и сыгрывает этот шар. Сыгрывает этот шар Шон Мерфи, выходит на синий. Ну, следующий красный точно будет в лузе. Тут посмотрим еще какой. Ну, конечно же, в середину направо сейчас уберет этот шар Мерфи и откроет путь синему в обе лузы. Семь. Ну, не хочется ничего загадывать, но позиция, позиция очень неплохая у Шона. И все может завершиться уже и в этом фрейме. Ну, вот начальная пока стадия брейка Шон Мерфи вернул биток на ближнюю половину стола и сразу же и допустил промах. Опять совершенно неожиданный промах Шона Мерфи. Как-то, не знаю, может быть, расслаблен очень Шон Мерфи. Может быть, он уже почувствовал победу в своих руках. И вот где-то потерял из-за этого концентрацию какую-то. Ну, а Джейми Уайт сильным ударом забивает красный шар. Сильный удар был, конечно же, не от хорошей жизни. Боялся Джейми Уайт, что на среднем ударе биток завязнет в красных. И просто будет нечего играть. А тут вот снова, ну, не сопутствует удача Джейми Уайту. Не играется зеленый. Приходится играть желтый. Не дорезает, не дорезает много. И у Шона Мерфи есть шар. Есть шар, конечно, у Шона Мерфи. И Шон Мерфи будет его играть. Спасибо. Размышляет Шон Мерфи над этой позицией. Да, соблазн велик. Есть что играть. Нету простых шаров. Есть в угол налево шар, но резко серьезный. Есть и в угол направо шар, но играть надо от розового. Но вот выбирает все-таки в угол направо. Но ничего гарантированного у Шона Мерфи нету. Ну, попадает Мерфи. И, ну, что, розовую в середину теперь. Опять же, близко шары, поэтому резко не самая простая. Но, опять же, возможность для продолжения серии у Шона Мерфи есть. Вспоминая, собственно, два последних фрейма, почему бы нет. А Шон Мерфи даже так решает. Вот такое решение интересное играет. Он зеленый. Точен Мерфи. Выход превосходный. И вот второй шанс у Шона уже в этом фрейме решить исход матча в свою пользу. Ну, а после тех усилий, которые Шон Мерфи предпринял в первой своей серии, не слишком результативной, но очень, скажем так, в очковом выражении, не слишком результативной. Вот именно позиционно он сделал очень много хорошего. И вот, как выясняется, для себя, а не для соперника. И тут уже главное довести этот фрейм до победы. Шары красные. Не все идущие, но все и не нужны. И Шон Мерфи. Ну, как не все идущие. Вот есть ближний красный у борта расположен. Есть дальний красный, к которому выход нужно будет делать длиннее обычного. Но даже вот если убрать эти два шара, остального-то хватает Шону Мерфи. В общем, все. Все сейчас в его руках. Выходит на середину направо Шон Мерфи. Тридцать девять очков он уже набрал. Тридцать одно очко его преимущество. Тридцать девять. Тридцать девять. Тридцать девять. уже 39 очков преимущества шона мёрфи 67 на столе после забитого синего 44 очка и уже стремительно стремительно приближается шон мёрфи к матч-болу красный шар в лузе выход на черный есть сейчас выйдет на нижний шон мёрфи и должен его конечно сыграть вот сейчас 52 очка преимущества шона мёрфи и шон мёрфи играет матч-болу сыгрывает красный шар на столе остается прекрасных 51 очко а преимущество шона мёрфи составляет 53 очка ну и черному забитым черным шаром шон мёрфи поставить точку чтобы уже не выходил его соперник столу ну а тут еще мы с вами посмотрим как заигрывает шона мёрфи последние удары шона мёрфи на этом турнире мы уже в этом абсолютно точно уверены да разочарован конечно разочарован джимми уайт и в общем были шансы были шансы на победу в отдельных фреймах и счет 51 мог и не быть и в этом матче в том что шон мёрфи его выиграет я думаю сомневался мало кто но но 51 счет такой получился мне кажется не совсем справедливым потому что первую половину матча джимми уайт провел наравне со своим соперником и счет мог быть 52 или 53 ну а мы поздравляем шона мёрфи с победой в очередном турнире мировой серии по снукеру ну и ожидаем церемонии награждения так мы ожидаем выхода официальных представителей официальных лиц которые будут вручать призы победителю финалисту и полуфиналистам тоже призы полагаются это под муни исполнительный директор мировой серии по снукеру и вот он кубок представили кубок победителей этого турнира который вручат вручат шону мёрфи итак объявляет патрика у донахио мэра мэра города киллорни вот такие высокие чины пришли сюда чтобы наградить победителей вот такую реакцию это зрители это сцена но и конечно нельзя было обделить и джимми уайта своим вниманием и так вручается трофей приз главный кубок хрустальный шону мёрфи но вот финалисту не предусмотрен никакой приз никакое ну я имею ввиду кубок или что-то только вот денежный приз предусмотрен ну а что касается призового фонда этого турнира победитель получает 8000 евро финалист 4000 а полуфиналисты по 2000 евро ну а чек с призовыми деньгами вручает шону мёрфи финбан бир шоу это представитель спонсоров этого турнира вот вручается чек джимми уайту и шона мёрфи ну и ожидаем мы интервью но и вот джон хиггинс и будет брать интервью вот у нас джон хиггинс просто человек оркестр сегодня и в матче сыграл и матч покомментировал еще и мастером церемонии является сегодня джон хиггинс я смотрел игру я понимаю что ты очень разочарован джимми что проиграл матч со счетом 1 5 я видел этот матч и я думаю что были шансы были шансы выиграть несколько фреймов да говорит джимми уайт были были ошибки шона мёрфи я не наказал его за эти ошибки так что тут в этом случае могу винить только себя в прямом смысле слова наслаждаясь своим возвращением в ирландию давно меня здесь не было очень рад что удалось снова побыть в ирландии какие овации вызвали эти слова у зрителей ну а что касается заступление на будущем конечно каждый мне кажется здесь в этом зале человек говорит джон хиггинс и желает тебе джимми возвращение в топ 16 ну а что ты думаешь но говорит джимми уайт конечно постараюсь конечно сделаю все возможное все что могу во всяком случае последний сезон для меня сложился более удачно чем и предпоследний в общем надеюсь что мне удастся продвинуться вверх ну я очень очень горд собой говорит шон мёрфи вот и хиггинс напоминает ему что выиграл два турнира подряд да и вот когда выигрываешь два турнира подряд действительно есть чем гордиться вот снова овации вызваны тем что шона мёрфи опять же выразил свою радость пребыванием в ирландии очень понравилось здесь килограмм и вот как ты выглядел на этом турнире говорит хиггинс просто фантастические некоторые длинные удары просто такие прекрасный фантастические удары сказал жон хиггинс ты показал ну а что ты ждешь от сезона но и шон мёрфи так намекнул на то что хочет взять реванш у жона хиггинса но это понятно итак церемония награждения заканчивается последние фотосессии здесь ну с нукерного стола фотосессия шона мёрфи с кубком он позирует вот не упускает возможности пошутить но турнир заканчивается и вот финальная статистика матча в котором шон мёрфи выиграл со счетом 5-1 заканчивается первый турнир мировой серии по снукеру нового сезона ну и нас ожидает ожидает очень и очень много событий огромное количество рейтинговых турниров пригласительных турниров турниров мировой серии а мы прощаемся с ирландии и с келарни и так завершается прямой эфир и прямое включение и с келарни из ирландии на этом я с вами прощаюсь я комментатор дмитрий кузьмин и режиссер марина глазунова всего доброго а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok